Здание исторического музея Пловдива является ярким представителем архитектуры Болгарии эпохи Возрождения. Оно и другие рядом стоящие здания подчеркивают все элементы именно архитектурного стиля Пловдива, в отличие от других городов Болгарии, например, Созополя или Несебора. Здесь же мы видим вход и крепостные стены средневековой крепости Пловдива. Церковь равноапостольных святых Константина и Елены была построена в 1830-х годах на месте одной из самых древнейших церквей Болгарии, которая была построена в 330-м году после казни первых христиан Севериана имени Носа, а до них еще 38 христиан. Суклоны в церкви расписывал великий болгарский иконописец, злограф Захария. Амфитеатр города Филиполис, как тогда назывался Пловдив, был построен в первом веке нашей эры. Это один из самых сохранившихся амфитеатров Болгарии и вообще в мире. А вот памятник Алеши отсюда есть. Амфитеатр и в наше время служит жителям Пловдива. На нем проводятся спектакли и концерты. 12-метровая скульптура Алеши видна практически из любого района Пловдива. Памятник солдату-освободителю был установлен по инициативе и на средства жителей города Пловдив в 1954 году. Три раза были попытки в лихие 90-е снести этот памятник. Но в 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. Прообразом, памятником является рядовой Третьего Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов. Церковь Пресвятой Богородицы в честь освобождения от турецкого иго-построя. А солнечные часы на мечети Джумая уже 600 лет показывают правильное время. Это одна из двух действующих мечетей Пловдиве, которые остались от 40 когда-то здесь существующих. Античный стадион Филиполис был рассчитан на 30 тысяч зрителей, был построен в начале II века. Все это прекрасно гармонирует с современным обликом Пловдива. Еще один значимый памятник это остатки римского акведука, здание этнографического музея, великолепный старинный дом Куемджиева. Вообще в Пловдиве более 200 исторических и культурных памятников. В старой части города практически каждый дом является архитектурным памятником. В городе постоянно ведутся археологические работы. И один из старейших городов Европы хранит в себе еще множество открытий. Перемь вашему миру. И все следует... Ставьте игру.